Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы говорим на тему картели, их опасность, что это такое и как с этим бороться. И у нас в студии начальник отдела по борьбе с картелями Георгий Викторович Рогоза. Здравствуйте, Георгий Викторович. Здравствуйте! Ну вот картель, человек, который особо не вдумывается сейчас про то, что я сказал, это как-то так относит нас куда-то там в 17-е годы, вообще какая-то такая далекая история. Картели вроде как, ну монополия, да, звучит красиво, современно, а картель вроде бы как... Еще есть такое словосочетание «картельный сговор», еще что-то тоже такое слышится. Что сегодня картель такое, почему это опасно? Ну, картель, правильно было сказано, слово из древности. Да, из древности. Вот. Ну, как был сговором, так и остался в обозначении. Ну, в современном мире это просто сейчас приобрело некоторую конкретную направленность и переход в цифровое оружие. Конечно, многим всем на слуху наркокартели, нефтяные картели, но это к нашему вопросу это не относится, потому что антимонополиное законодательство уже определило, что такое картели. Ну, картели – это не только картели, а в общем это обозначается в законе как ограничивающие конкуренцию соглашения. Вот. Поэтому вот в соответствии с национальным планом развития конкуренции в России, вот картели и антиконкурентные соглашения – это вот самая главная тема, на которую направлен весь взор федеральной антимонопольной службы. Вот правильно я понимаю, чтобы вот сразу практическую составляющую. Условно говоря, три молочных завода выпускают три кефира. Они как, ну, каждый выпускает свой кефир как бы, да, по ГОСТу или по этому ТУ. И они как-то договариваются о какой-то цене. Вот это уже сговор какой-то, картинка? Конечно. Конечно, это сговор производителей. Они их заставляют. Ты не можешь продавать дороже на две копейки, потому что… Или как это происходит? Или почему он тогда должен продавать на две дорожки? Данная вещь тоже подразумевается как координация в законодательстве у нас и тоже является одним из видов соглашений. Вот. Это тоже нарушение, это тоже пресекается. Вот. Поэтому, кстати, неважно по ГОСТу или по ТУ, потому что товар однороден, там он кефир и кефир. Да. Неважно. Вот. Любой сговор, любой про кефир, про не кефир, все равно запрещено антимонопольным законодательством. Почему запрещаются картели? Вот с точки зрения законодательства, вот с нашего понимания, да и понимания, чтобы людям было понятно. Если вот на рынке находятся пять игроков, пять производителей, если три из них сговорятся, это уже будет монополия, это будет монополия. Соответственно, монополия будет диктовать условия остальным и полностью накроет рынок. А это самое страшное, что только возможно. Значит, конкуренции не будет больше. Не сможет два игрока конкурировать с монополией. Вот поэтому все соглашения и запрещаются. В любом виде. Хорошо. А зачем конкуренция? Вот смотрите, пять заводов производят, пусть теперь пять, пять заводов производят пять кефиров. Неважно, цена у них 50 рублей, ну и будут продавать каждый по 50 рублей, и никто и знает не будет, что монополия. Тогда спрашивается, зачем пять заводов? Пусть будет один завод, выпускает пять кефиров. Смотрите, не все бывает в мире одинаково. И заводы каждый разный. Каждый платит своим сотрудникам определенную зарплату. У каждого завода свое оборудование, у каждого завода свой поставщик продукции и сырья. У каждого завода кто-то может быть в экономической зоне, где у него пониженные тарифы, кто-то может быть в другом зоне. У них разные условия всех работы, поэтому и продукт они выпускают разный. По разной себестоимости, по разным условиям отгрузки. Кто-то может отгружать вперед на год, к примеру, чтобы оплачивали, кто-то нет. Кто-то предлагает дополнительные услуги. То есть тут вариант, чтобы найти какие-то продукты, чтобы конкурировали, про них достаточно много. То есть каждый завод всегда думает, я хочу, чтобы, конечно же, великая мечта, чтобы только у меня покупали. Но нет, но такого же не может быть, естественно, потому что в любом случае ты от любого конца страны не дотянешься, там кто-то другой будет. Но поэтому они, когда на своем ближайшем рынке сидят, они думают, как нам лучше, ну, должны думать, как нам лучше сделать так, чтобы у нас было и качество высокое, и цена достойная, чтобы и мы не проиграли, и потребитель получил наименьшую цену, и вот поэтому покупал. Именно вот конкуренция, вот здоровая конкуренция, без соглашений, вот она к этому только направляется. Кстати, только нам на пользу. Это понятно. Но вы же не забываете, что некоторые покупают товары просто потому, что красивая, яркая наклейка, не читая, что там куча ей и так далее. Это у нас есть определенная группа населения, которые, да, они не обращают внимания на цены, вот, но мы будем говорить, для них обычные качества хорошие, пускай. А вот для обычных потребителей, для них иногда не важна этикетка, да хоть будет просто белая коробочка. Да, да, да. Да, все, но главное качество и цена, главное, не только даже низкое качество, ой, то есть низкая цена, прошу прощения, проговорочек, а главное качество, которое там в этой коробочке. Ну, хорошо, есть еще у нас любимая тема курсы валют, которые тоже у нас плавают. И вам, человек, который изготавливает этот наш условный кефир, герой нашей сегодняшней программы, посвященный картелем, он говорит, что кефир у меня будет дорожать до 80 рублей, потому что, ну, вы же сами посмотрите, какой доллар, какой евро, сколько у нас ковид. Как вы докажете, что он должен стоить 60 рублей, а не 80? Ну, мы не должны доказывать цену, мы должны доказывать сговор. Ага. А если по поводу высокой цены, высокой цены, то есть, если мы определим, что у него, это уже не картелем, если мы определим, что у него, он единственный в границах определенного рынка, в границах определенной территории, он занимает доминирующее положение, то мы можем применить уже и такой инструмент, как установление доминирующей, высокодоминирующей цены. То есть, тогда, да, мы будем смотреть, а почему у тебя зависит от доллара? Сырье ты купил в России, сотрудники у тебя российские, да, у нас в стране вообще расчет в рублях только. Какие причины к доллару стали? Объясните, мотивируйте. Хорошо, а где чаще сегодня происходит нарушение антимонопольного законодательства? И, может быть, есть какие-то данные по Московской области? Что вам удалось выявить? Ну, Московской области и Россия не сильно отличаются. Мы все-таки в одной стране находимся, одна земля. Поэтому самая распространенная уже многолетняя практика показывает, это так называемые картели на государственных электронных аукционах. В торгах, на закупку товаров, услуг, еще чего-либо. Когда-то государство проводит аукционы, закупает для нужд государственных учреждений, вот там больше всего выявляются картели уже из года в год. Несмотря на то, что контроль над этим все больше и больше осуществляется уже не только нами, но и прокуратура, и МВД смотрят за этим, и общественные организации, и Народные фронты, и много-много других общественных организаций. Все равно не уменьшается пока количество нарушений, к сожалению, потому что причина одна, потому что очень легко. Ну, очень легко сговориться. Сделать вид, что мы не сговорились. Мы не сговорились, да. Никто не видит, потому что все проходит в электронном виде, никто не знает об этом, только потом результат появляется. А в чем конкретно этот результат? Как они думают, что их не видят? Мы видим. А в чем результат выражается? Выражается это так же, как и описано в законе, это поддержание и минимальное снижение на аукционах. То есть аукцион, он сам по себе, суть его – это в понижении, в конкуренции, в соперничестве тех участников, которые находятся на аукционе, они понижают цены своими ставками, доведя, как в теории, до той минимальной цены, по которой им более-менее еще выгодно это делать. Покупают. Это история потом, что, как-то делятся друг с другом? Они сговариваются, они выходят на аукционы, и каждый делает одну ставку – все. Все, они дальше не торгуются. Не торгуются. То есть сам модель построения начальной максимальной цены такая, что априори, как бы, торги должны осуществляться в любом случае. Они не торгуются, они поддержали цену на торгах. Все, это запрещено. И это у них было соглашение, они поддержали цену на отсюда. Потому что им это выгодно. Конечно, но цена не опустилась, они же разницу себе больше положат в карман. А если они, хорошо, если они будут торговаться, то есть красиво, то вы скажете, что никакого картельного… Ну а какой же он может быть, когда они сделали достаточно ставок, показали свое соперничество, они бились за этот товар, он им выгоден, и государству это стало выгодно, потому что цена-то снизилась. Но тут же есть еще такое слово «лоббисты», которые тоже, наверное… Ну, лоббисты на законы больше. Ну да, но все равно, но это же тоже похоже. Смотрите, вот возьмем какие-нибудь там позднесоветские, или, скажем, даже советские выборы, когда, например, выдвигается кандидат, а вокруг него 4 или 10 кандидат. Да и в Америке сейчас тоже, кстати, там же помимо Трампа и Байдена было огромное количество других партий, которые там по 0,1% и так далее, которые не являются игроками. Ну мы же можем выдвинуть каких-то людей, и у нас на выборах тоже бывают такие сговоры, да, когда тоже фамилию под человека находят еще. Это же тоже, получается, договор какой-то идет. Мы вот расчищаем тебе. Да, есть такие, да, мы выявляем… Ну, это вот когда два человека, это вот один вид, такой, скажем, подвид гортеля. А у нами выявляется еще несколько подвидов, когда сговор уже среди пяти участников, они определенными механизмами, я не скажу сейчас какими, потому что я научу, как это делать. Да, чтобы не пропагандировать. Да, вот, они определенными, даже иногда жертвуя какой-то из фирм, вот, они реализуют это соглашение, и оно все равно приводит к минимальному падению цены. Хотя при этом там было снижение на 50, более даже бывает 50% изначально. А при определенных механизмах потом становится все равно один третий участник, который определенным механизмом сделал маленькую очень ставочку и потом победит. А вот скажите, условно, пример, опять же, беру кефир, слава богу, действительно можно найти очень разные цены. С кефиром нет проблем. Да, с кефиром нет проблем, да. А вот с гречечкой, кажется, уже есть проблемы, потому что замечательное высказывание во время первой ковидной волны «Не надо покупать, все будет, всего достаточно», а он не падает ниже 50 рублей. за, значит, даже уже не за килограмм там. Это как, сговор? А до пандемии он был 34. Нет, нет. Федеральная антимонопольная служба, центральный аппарат, провел достаточно много проверок по гречке. Так. И был выпущен, ну, так скажем, пресс-релиз, справка о всем состоянии рынка по гречке. То есть, в принципе, цена гречки, она просто до этого падала в прошлом году. Что хорошо. Вот, что, ну, хорошо, да. А в этом году, когда границы-то закрылись, и все закрылось-то, и все, мы часть гречки закупали, вот, а часть у себя или держали, или выращивали, а закупать негде было. Тем более, что... Я всегда думал, что гречка – это исключительно наш. Нет, вот в том-то и дело, что не наш. Поэтому многие сложились факторы, которые именно подняли, не резко подняли. Она только сейчас вот уже дошла до того уровня, когда нам кажется, что что-то дорого. Но картинного сговора не было? Нет, не выявлено. Все были открыты, собирали все торговые сети, они сказали, вон, склады полные, мы каждую ночь по фуре отгружаем во все магазины. Пожалуйста, не проблема. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что сегодня мы говорим о борьбе с картелями с начальником отдела Георгием Викторовичем Рогозой. И сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся в студию. Напомню вам, эта программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях начальник отдела по борьбе с картелями Георгий Викторович Рогоза. Остановились мы на, как ни странно, гречке. Эту тему мы прошли. И все-таки возвращаемся. Я просто такие вопросы задаю для того, чтобы зрителям было понятнее этот механизм. На сегодняшний день все-таки можно так договориться, что вы это не почувствуете? Наверняка же какие-то схемы существуют. Но, конечно же, бывают преступления, которые остаются нераскрытыми. Ну, они у всех бывают. Конечно же, бывают и соглашения, которые очень-очень заувалированы. На грани. На грани, да. Там через 50-60 фирм. Вот в Центральном аппарате несколько лет назад был выявлен картель среди 80 предприятий. И там буквально просто чудом, чудом была найдена специальный журнал с записями вот этих кому-что, кому-как. И вот только благодаря этому удалось все раскрутить. Там, наверное, еще с элементами коррупции, я так понимаю. Ну, элементы коррупции, это уже другому начальнику. Я понимаю, хорошо. Управление. Хорошо, да. Вот. Поэтому, ну, все бывает, конечно. Мы не все, естественно, видим, но мы видим результаты. Поэтому мы всегда оставляем что-то на карандаше. И в конце концов, когда какие-то зацепчики появляются, или развязываются, мы обратно возвращаемся к этому моменту. Потому что, ну, понятно, что просто так, извините, солнце светит, а дождь идет, ну... Так не бывает. Или даже снег. Бывает, что даже... А вот снег, например, летом. Редкость. Да, редкость, конечно. Так и мы думаем. Ну, редкость, ну, оставим. Хорошо. А вот скажите, ну, предусмотрит даже ответственность какая-то? Вы же не просто приходите, говорите, говорите, так, все, прекращайте вот эти игры, и все говорят, ладно, мы больше не будем. Какая сегодня ответственность за картельные эти договоренности? еще скажу по поводу «не будем», это тоже законодательством предусмотрено. Ага. Значит, ответственность, конечно, есть. Есть, ну, первое, это административная ответственность, стратегия 1432 КПРФ. Вот, там, значит, ответственность предусмотрена как? Так как мы берем большинство у нас в картеле на государственных аукционах, значит, там штраф от 10 до 50% суммы всех выявленных аукционов. То есть, если 50 миллионов, то со всеми отягчающими 25 миллионов будет штраф. Ого. Вот так, да, вот, вот можно задуматься, вот так вот, я вот покартелюсь, и потом все, вот, и я все продам, весь бизнес, а то и... Вот, но по поводу я больше не буду. В статье есть примечание, законодатель предусмотрел, что это экономическое, хотя наш президент уже отметил это несколько лет назад, что за экономические преступления должно быть уже самое жесткое наказание, включая уголовное обязательно. Оно есть. Но все равно, чтобы не убивать бизнес, ну, каждый может ошибиться. Угу. Каждый. Ну, каждый не подумал, да, его может там принудили к этому, еще что-то. Поэтому все равно есть, так скажем, примечание, которое оговаривает о том, что вы можете сдаться. Ага. Если вы признаете, что вы заключили картельное соглашение и нарушили законодательство, вы поняли, что вы нарушаете законодательство, вы это осознали, признали, вы сдаетесь в антимонопольный орган, пишете, оба участника должны заявить об этом. Вот. И тогда будет тот, кто первый сдался, вообще освободиться от ответственности, а на второго будет наложен минимальный штраф, то есть вот эти вот 10%. Ну, так ведь могут и пистолет достать из кобуры. Поэтому люди, может быть, боятся признаваться или делают вид, что... Ну, я не знаю, кто достанет и кому достанет пистолет. Ну, такие варианты есть. Там же есть ответственность. Ну, я имею в виду, если мы же серьезно так разговариваем, где уже уголовка, что называется, попахивает, если 5 человек, вы говорите, 80 были в сговоре, мы возьмем 5, чтобы легче было считать. Вот 4 сговорились, 5-й не хочет. Сам он не хочет, да, получается, если он приходит к вам, да, и говорит, вот меня заставляют, вы идете проверять эти 4, а те еще не начали. А, неважно, уже доказанные судебной практики уже есть, потому что даже сам умысел сговора еще не реализованный, уже является нарушением закона. А нет, кто, кого принуждают, пускай пишет заявление, рассказывает все факты, дает чистосердечное признание, мы привлечем прокуратуру еще к этому делу. А бывали такие случаи, что люди признавались? Да, у нас сейчас есть заявление, когда человек сам признался в том, что за что уже было наказание. То есть, он был участником одного из картеля, нами это дело еще рассматривается, поэтому я не буду говорить, какой будет результат, но оно рассматривается. Нам один из участников сейчас написал заявление о том, что повторно его увлекают в картель. Вот сейчас он нам предоставляет всю информацию, и мы будем разбирать. Хорошо, а как можно продавить человека? Вот пять предприятий, получается, из этих пяти предприятий есть какое-то предприятие сильнее всех, я уже не знаю, психологически, или там стоят какие-то, за ним стоят какие-то люди, как это иногда у нас принято. Он объединяется с двумя, с тремя, которым это интересно, и потом они додавливают тех, кто послабее и не хотел бы к этому присоединяться, оно вынуждено. Это так, что ли, работает? Ну, это, я бы сказал, наверное, тут больше всего криминальная какая-то схема идет. Но это уже наши правоохранители должны разбираться, если там кто-то кому-то действительно угрожает и пистолетом, или еще чем-то. А так, или если же кто-то из органов власти этому содействует, ну, тоже правоохранительные органы. Если это только экономическая составляющая... То есть всем выгодно, и они объединяются. Да, опять же, я говорю, обращаются к нам, а мы уже разберемся с экономической точки зрения, я говорю, и привлечем еще прокуратуру, которая также может провести работу. И вот что им в итоге грозит, кроме денег, может быть, еще и головное дело. Если еще мы определим, что дохода, доходом уже, как судебная практика сложилась, тоже является, это сумма всех заключенных контрактов, которые мы выявили во время картельного соглашения, то вот если эта сумма, пока еще до изменений поправок, сейчас это 50 миллионов, вот если ее превышается, то это все, это уже признаки уголовно наказуемого в деянии. Мы передаем материалы в правоохранительные органы, это по 178 статье УК РФ. Статья, которая посвящена... Ограничение конкуренции. Люди, простые люди, которые живут в нашем мире, приходят... Там, кстати, до 6 лет. До 6 лет. Приходят в магазины, самые разные, пользуются вот этой вот продукцией. Они как-то могут определить, что что-то происходит не то и каким-то образом обратиться к вам, чтобы вы что-то проверили? Ну, конечно. Первое, что они могут увидеть, это повышение, единовременное повышение в большей части магазинов. Ну, первый звонок. Вот пришел... Пришел в магазин большой сетевой компании. Да. Пришел на одной улице, увидел, так, у меня это вчера стоило 5 рублей, а сейчас я покупаю по 15. Что-то у них тут это, не то с головой. Пойду в другой. Приходит такой же магазин этой же сетевой компании в другой, тоже 15. Думают, что-то не то. Приходит в третий. То же самое. Уже думают, может, что-то со мной. Это вот сеть подняла. Тоже нарушение. А потом он идет в другой. В другую сетевой магазин. И там 15. Вот тут уже другой картельный. Но сговор. Хорошо. А может быть сговор, наоборот, так нравится про магазины всегда говорить, не называя их естественно. Но они все похожи, мы прекрасно понимаем. Но ведь есть еще скидочная система. То есть, когда магазины на скидках тоже какие-то решаются вопросы. И даже все время появляются сообщения, что хотят как-то регулировать эти скидки, запретить их или как-то изменить и так далее. А пользователю это же хорошо. Наоборот, то, что стоило 15, вдруг стало 5. Может быть какая-то странная картельный сговор в этом направлении, чуть-чуть в обратном. Они могут на этом быстрее товар реализовать? Как я говорил, у нас подразумевается, что вообще-то любой сговор запрещен. Но есть, конечно, нельзя же все запретить. Поэтому у нас есть соглашения, которые не ограничивают конкуренцию, идут во благо. Например, если производители объединились, не повышая цены, объединения, чтобы увеличить качество товара, разработать что-то новое. Да, пожалуйста, кто же вас тогда ограничивает? Или, к примеру, объединение для того, чтобы произвести какие-то у себя действия, которые им нужны, чтобы цена понизилась. Да, пожалуйста. Это ваш технологический процесс. То есть так объединяться можно? Так можно. По поводу скидок, скидок, уж не знаю, будет ли это картельное соглашение. Тут, скорее всего, уже закон о торговле будет действовать. Мои коллеги в других сферах это проверят. Хорошо. В чем еще замечена работа картель? О том и все так. Да, вот что. В Московской области больше всего я говорю на торгах, а торги – это в сферах строительства. Понятно, дороги, здания, капремонты и поставка медицины. То есть практически все начинается. А как здесь договариваются они? Все так же, те же поддержания цены на торгах. То есть заказов настолько много по медицине, что иногда просто не все успевают выйти на аукционы. То есть где-то кто-то занят одной поставкой, где-то другой. Заводы не все могут все предоставить везде и выйти на все аукционы. Поэтому на какие-то аукционы кто-то выходит, а конкурентов нет. Здесь мы и сговоримся. А вот, кстати, еще такой вариант. Возвращаясь опять же к аптеке, к медицине тоже важная тема. когда вдруг все поняли, что антисептики, которые стоили 10 рублей, а теперь они стоят 150 рублей. Чем это объясняется? Тем, что спрос огромное количество сразу выкупили, а мы его не делали. Его делали в Китае. Так. А теперь закрыл границы. А теперь мы делаем, имеем право поднять цену. И это не будет сговором. А я, кстати, не заметил. Я, кстати, видел очень много появилось разносторонних гелей, просто огромное количество. Но я имею в виду те, которые... Гель это гель, а я имею в виду именно лекарственные средства, которые, ну, как бы, несутся в себе... Лекарственные средства, те, которые важны для нас, они включены в список жизненно важных необходимых лекарств. Все, что не входит... Все, что не входит, регулируется рынком. Значит, если вы хотите, чтобы туда это вошло и цену регулировало государство... Кстати, фаз даже на некоторые такие лекарства смотрят и ставят цену свою, согласовывают ее. Значит, если нужно, то необходимо просто обратиться в Минздрав и в Роспотребнадзор и с заявлениями, чтобы включили в этот список. Скажите, а межгосударственные картели вы как-то регулируете? Да, у нас есть специальная комиссия международная, которая вот это вот транснациональные рынки как раз контролирует, вот они международные картели раскрываются. Ну и каково будущее сегодня у отдела? Что нам ждать и куда нести свои заявления, если мы что-то почувствовали не то? Будущее, думаю, есть у наших дел. Вот, а заявления все как и положено, согласно 59-м закону рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации, так же, как и согласно нашего 135-го закона, подается в любой территориальный орган по месту нахождения, либо в центральный аппарат ФАС. При этом должны соблюдаться определенные условия, которые в нашем законе описаны, это должен быть адрес заявителя, адрес наименования, в кого жалуетесь, объяснена суть проблемы, объяснив в чем именно вы видите с точки зрения антимонопольного законодательства нарушения, и подтверждение какими-то фактами, которые, ну вы же их выявили, их должны подкрепить. потому что, просто написать, а он идите туда проверьте, так не получится. Хорошо, я думаю, это не последняя наша встреча, спасибо вам большое за то, что вы пришли, немножко нам приоткрыли глаза на эти игры, скажем так. Начальник отдела по борьбе с картелями Георгий Викторович Рогоза был гостем нашей сегодняшней программы, спасибо вам большое, с вами был Николай Пивненко в программе «Открытый диалог». Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин